Мне плевать на реакцию окружающих. Я живу не для них. Я Евгений Кузин. Я вернулся. Доброе утро. Ильюжий день. Я только проснулся. И сегодня буду готовить езей. Вчера вот их брал. У меня оставались они просто. Думал, куда их приспособить. Вот они разморозились у меня. На улице хладно. Хладно. Вот еще какие. Красавцы. Караси. Так что вот. Надо ездить. А то дома сидят, блин. Что-то ноют. Что-то хотят. Вот они. Вези. Вчера их разморозил. Потому что если рыбу замораживаете, то лучше ее... Как говорится, размораживать... Ой, размораживать. Чистить, потрошить сразу. Вот они. Подъяски. Похожи на плотву. Но они все-таки к роду карпа. Вот. Могут быть большими. Такими, что аж... Подъяски есть где-то с кило двести. Около двух начинаются. Вот. И как бы... Такая рыбка неплохая. И витамины есть. Пищевод, кстати, я где-то читал. Очищают, что и для пищеварения хороший. Для нервов. И вот он. Наш красавец Язик. И сейчас мы будем его делать несложный. Оригинальный рецепт. Запекать его в духовке. Ясь по-сибирски. И приготовим его к домашнему застолью. Так. В общем, что сейчас? Для начала будем... Ну, кто не чистил рыбу, чистит. Пускай. У меня чищенные. Вот они. Подъяски. Сейчас будем... Буду отрезать ножницами вот эти вот плавники. Вот. Промывать все внутри от крови. А всякого вот этого дерьма. От остатков. Отрезать бошки. Вот. И отрежу вот так вот эти холосты. Мне просто камеру ставить некуда. Я не отстать его ни хера. Поэтому смотрите в таких условиях. В каких... В каких это на данный момент возможно имеет место быть. В общем, сейчас занимаюсь пока подготовками непосредственно тушек. Сейчас мы попробуем. Берем Езинского. Для начала, я думаю, отрежу ему голову. Отрежу голову. Так. Голову выкидывать не буду. Котам скормлю бездомным. Так. И сейчас посмотрим ножницы вот. Как будут резать они у меня эти плавнички. Ну, довольно-таки неплохо режется все. Так. Ну, плавники тоже. Это все, сейчас я пакет приготовлю. Коту туда, уличному. Он их любит. Всегда ест у нас. Рыбу прям сырую. Мой не ест. Он только сухую хрень свою. Все. Клубники вырезаем. Чтобы они не пригорали там, и не давали ничего лишнего. Они нам не нужны совершенно. Так. Верхний. Верхний я обычно ножом, но... Ну, да ладно. Раз уж взял с ножницами. Будем вырезать все ножницами. Вот. И верхний. Вытащили. Его можно прям совсем отсюда раскорчевать. Так. Чуть-чуть сейчас подделаю. Вот. И хвост, как я и хотел, потому что там и есть кем нечего. Вот эти всякие пригарки они будут ни к чему. Вот. Получается вот такая тушка. Сейчас я ее обмою от лишних всех этих ненужностей. О! Чтобы была чистенькая, хорошая прям. О! Красотуля! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О! Сейчас покажу. Будет видать, нет? Вот. Все чистенькая, хорошая тушечка. И сейчас я так сделаю восемь штук. Друзья, хотел сказать такой вот способ. Вот я две тушки уже почистил. И я вообще прибег к такому ну, выводу, что ножницы мне вообще нафиг не нужны. Где я все делаю ножом. Где вот эти вот такие плавники большие. Прям вставляешь нож вот сюда под основание. И раз, и он прям весь без всяких маленьких костей. То есть ножами не вылезешь. А тот самый прирост вытаскивается отсюда. И все. Получаются такие замечательные тушки. Камеру я вон приспособил на такую шкатулку. У меня вообще классная. Там целая коллекция, если хотите, потом покажу билетов во всех футбольных матчей. Там с 2000 хер знает от какого года. Так что вот безотходное производство. Все. Пока занимаюсь, еще осталось мне 6 штук. И потом будем уже покажу, что делать дальше. Смотрите, не переключайтесь. Ну, что, ребята, сказать. Вот мое производство. Вот. Целая тарелка филейных получилось штук. И сейчас я что делаю? Делаю вот этим ножичком такие надрезики где-то сейчас установлю, скажу. Не знаю, видно, что нет. Блин, вообще ничего не вижу, что тут я режу. Видно на камеру вам или нет, так что я просто... Поэтому каждый знает, такие разрезики чем ближе, тем лучше. Вот. Это чтобы в духовке кости они вообще прям все-все-все прожарятся и можно будет кушать и их даже не чувствовать. И сейчас вот они такие у меня получаются. Вот, видно. Вот. И сейчас я так буду делать с каждой... с каждой... Ну, это не филей, короче, с каждой тушкой я так их назову. И прикольная эта тема. очень... Не, ну, тема их, конечно, резать не очень прикольная, но вообще вот заниматься с рыбой. Сейчас вот в субботу на охоту планируем, а в воскресенье там опять выездят. Кто-то ездит в Турцию, кто-то там еще куда-то. Мы вот так проводим отдых, я так люблю. Всех зову. Вот, свою тараночку поесть, натурпродукт, свою рыбку. Кто-то хочет, кто на что деньги тратит, кто на это, кто на это. Тут хозяин-барин, так что ныть не надо и завидовать ничему не надо. Все в наших руках и тут все без базара. Так, в общем, сейчас у нас уже вот порезанные тушки. Я буду их натирать вот этой вкусной солью с чесноком и зеленью и ложить их для маринования. В общем, я смешал в тарелку простую соль, крупную такую, и вот эту соль с пряностями. Сейчас я буду уже натирать изнутри тоже, ну, так каждую рыбку, не особо, тоже сильно, чтобы не пересолить. Вот так, натираем и кладем для мариновки. Так что Гизинский мне очень нравится. К роду карпа они принадлежат. Карпы я вообще люблю. Карась, карп. Они такие сладенькие, вкусненькие. Так что, в общем, каждую рыбу трем. мнем. Сейчас я вот ложу в эту в отдельную миску для маринада и каждый слой, вот сейчас три у меня сюда вылезли, не знаю, что там уже видно, но вы, я думаю, догадаетесь. И вот лимон, я половину отрезал, и вот так соком лимон сбрызгиваем. Чтобы лучше шел, можно ножом в середине там накрутить, нашерудить. Во. И вот так вот раз поливаем. И все. И так сейчас каждую рыбку, каждый, каждый слой. Оп. Оп. Быстрее, чем чистил. Чистил я не знаю, блин, минут, ну я отвлекался на сообщение, еще там отвечал, но, так вот, худо-бедно, минут 30 я, наверное, с ними возился. Не знаю, у меня она была почищена, может, если бы она, кстати, не была бы почищена, мне бы давалось легче, ну, вернее, не чищена, а не потрошенная, еще изначально, легче бы давалось срезать эти плавники, потому что так она жижа какая-то. Так, раз, слой еще лимончика. О, лимон хороший, свежий, идет неплохо. Так, и вот, еще две рыбки, 8 язиков у нас. И сейчас натираю и ставлю их мариноваться минуточек на минуточек на 25, на 30. тут еще, блин, маринет, тут. Все, так, еще сейчас лимон, он получше. Все это сдобрим, смочим. Не знаю, видно, что там не видно. Надеюсь, что что-то видно, что-то будет понятно. Готовлю этот рецепт сар впервой. Я многие готовлю впервой и пробую, потому что все уже заезжено и пробует. какой интерес. Правильно? Так, в общем, сейчас мою руки и ставлю рыбу на балкон в прохладное место для мариновки. Засекаю время, полчаса. и все. Кот тут со мной наблюдает. Так, в общем, сейчас я включаю духовку ставить для разогрева. Поставлю на 225. Так, сверху и снизу даже включу. Нет, циркуляцию пока не буду. Лью масло на противень. Вот такое вот рафинированное, херированное, подсолнечное. Сейчас лью на противень и новую упаковку открываем и поливаем. Вот так вот. Чтобы он весь тут сейчас смочился. Блин, дохера, что ли? Ну, ладно. Она сейчас кашу маслом, рыбу маслом не испортить. в общем так ставлю сейчас весь разойдет ставлю на среднюю ледь и все. Сейчас включу какую-то херню. Пусть она там нагревается как раз все это время пока рыба маринуется. А я тем временем сейчас почищу чеснок и лучок. Я хочу лук. Хотел сразу почистить и лук и чеснок, но он такой термоядерный, блин, что мне вообще. Я чеснок бросил, не дочистил, решил разобраться с этим луком и уже быстрее закинуть его нахер в жарку. Фу. Один уже там, сейчас покажу. Блин, жарко еще дома, вообще как здесь. Летом, притом холодно, зимой так топит, что жарко. И не убавить, не прибавить. Окна открываются, сквозняк вообще конкретный. дерьмо, короче, проклятый. Ничего делать не хотят как следует, а деньги берут. Так, в общем, сейчас лук начинаем жарить. Фу, вообще, это как это, кто его раздевает, тот махера все матом покрывает и слезы проливает. вон, мне тут жарко, сейчас я возьму камеру нормально. Так, это все сюда. Где тут у меня эти лопаточки? Так, сейчас камеру возьму, показывать. Так, в общем, жарить лук поставил. И это тот случай, блин, мне вообще, вот, птичку жалко, Игорь жалко. Вчера было Игоря жалко в Лиге Чемпионов. И это тот случай, когда лук нужно чуть-чуть подсолить. Вот. Это по рецепту, по-сибирски, это я не сам уже это блюдо придумываю, а пробую рецепт, то есть это не авторская херня. авторский тут будет только один Андрей Гриди Бент. О! Так, все, короче, жарю лук и дочищиваю вот эти зубчики чеснока. Короче, я умудоху счистить этот весь чеснок. Тут такая простадовая сейчас погода у меня на кухне. сейчас я его вот такими кольчиками режу, вот такими маленькими. Не знаю, фокусировался нет, потому что их я буду совать этим езям промеж дырок. Ну, короче, в эти, в надрезики. Они у меня там маринуются, лучок пассируется. Сейчас я просто все быстро не делаю. Я спешу всегда, когда готовлю. И как бы заранее мне никто не аккомпанимирует, то есть не подготовлено. Я все делаю сразу. И поэтому я не ставлю максимум температуры, чтобы успевать все делать. Потому что сейчас плита разогреется, начнет масло там уже гореть, лук сейчас начнет это. Этим мариноваться не успею, потому что мне еще нужно делать сейчас такую заправку. Я буду мешать, смешивать майонез и этот кетчуп, который я делал. Можно, конечно, с помидорами мелко нарубленными, но я самодельно так получился как не кетчуп, а такой полулечо, я не знаю. Аджик зато я не снял, была самодельная, но не была, она есть, как бы, делали вообще вкусные, супер классные, такую хрен, где купшись, того вот у бабушек. Так, в общем, ладно, чтобы не отвлекать внимание, я сейчас тут подяжу, и, а может, кстати, не знаю, трясется сейчас у меня там, в общем, ладно, дорезаю лук сейчас, и покажу уже, как буду вмешать этот, короче, соус. Так, в общем, что мы делаем дальше? Вот он, этот мой домашний кетчуп, оп, ну, скорее как, просто помидоры. Я сейчас это все выкладываю в тарелку, ну, все так, немного не надо, потому что сейчас сюда еще пойдет кетчуп и майонез, вот такой буду использовать скит, провансаль. Все сюда. Так, вот так. Так, это в сторону. И перемешиваем. Так, получилась вот такая байда. Вот мои тушечки уже промаринованные. Сейчас я что делаю дальше? Это оставляю опять же в сторону. Так, сейчас я смотрю противень. Противень у меня нагрелся. Лучок у меня вот он жарится. Он тут жарится, чем поподжарить и будет, может, тем и повкусней. Вот он лучочек с сальцой. Вон противень масла разогретый уже прям сейчас я его буду выставлять и пока буду начинять свои свои тушки. Начинять буду их вот так. Беру тушку, чеснок и в эти в разрезы и так каждую рыбку. Ну, кошечки отсюда можно в сторону. Сейчас я вам одну для примера покажу и буду уже их дальше делать, выкладывать. Ну, с двух сторон они будут сейчас у меня вот так. Маринад, кстати, просолился, промариновался. Очень даже неплохо. Вот у меня как вся картина выглядит. Вот. Сейчас я так с двух сторон, но лишнего если будет, я их внутрь пуза наложу. Друзья, в общем, вот оно мое рабочее место. Вот он я достал на тарелку. Ах, красавец лучок. Нашпиговал, в общем, вот они. Нашпиговал под язычков. Сейчас буду на них выкладывать. Так, в общем, сначала буду выкладывать лук. Прям здесь. Просто неудобно все одному это делать. Снимать, выкладывать, но раз уж назвался груздем, полезай в бочку, как говорится. Вот. Сверху кладу лук. Вот так вот. Вот оно все. Главное, чтобы оно приготовилось. так распределяем примерно. Вот. Ну, вот тут потом тоже же подберем. В общем, вот таким образом у меня все-таки получилось положить лук. Сейчас буду сверху еще вот эту вот штуковину. вот так вот прям поливаем. Сначала на все по чуть-чуть, а потом, блин, тарелка падает. А потом, короче, распределю. Сейчас, в общем, навожу. Красота получилась. Класс, уже вкусно, да? Согласитесь. Уже вкусно. В общем, ладно. Так, возьму я или нет сейчас одной рукой. Ну, короче, сейчас я двумя на свете поставлю рудуковку. О, вон они отправились. рыбешки. Так, температуру ставлю на 200 и на час, короче. Засекаю час, 20 минут третьего и через час где-то, ну, примерно, я буду посматривать и показывать. Ждем. Покормим тем же еземе черепашку. О, палец не отгрыз. любит он езей. Тарас. На, на. Так, ладно, сейчас я ему покормлю, а пока гляну. Что, у меня там прошло буквально 10-20 минут, 25. Ой, блин, нифига себе оттуда жар какой. Запах, ребята, непередаваемый, я вам отвечаю. Единственное, что забыл еще перед тем, как их это подправить в духовку и сверху лук и вот все выкладывать. Хотел в муке, там нужно было обвалять, я забыл, поэтому уж если что, будете делать, то по рецепту вообще как, по Сибирске, еще надо было в муке, а потом сверху, ну типа кляр получится. Ну я думаю, не знаю, если вот курицу готовить или мясо, без кляра никто не обламывается, да, просто так жарить, там это запекать. Ну не знаю, посмотрю, скажу, а я пока тут у меня как после бомбежки полны все эти, буду пока короче мыть и пойду докармливать Рафик. Ну что, ребят, прошло час, ну лучок, который спал, конечно, подгорел, но дело-то не в нем, суть-то не в нем. Сейчас я установлю камеру на свою шкатулочку, как будет их видно, таких замечательных язиков. Сейчас я тут краечку, вилочку возьму, посмотрим, что внутри у нас получается. Вот. Видно, что нет, фокусирует, нет. Правда, что я из кошлявый, ну, аккуратно кушать можно. А вот сейчас вверх попробую. Ммм. Ммм. Это просто класс. Ну, как всегда, я на высоте. Блин, ребята, без всякой доли шутки. Без малейшей. Сейчас вот один так раздербаним, чтобы просто показать внутри. О-о-о-о-о-о. Запах, блин, вообще-вообще. Не знаю, фокусируется или нет, оно мне как-то через раз само мяско смотреть. Оно прямо вот прямо отделяется. О, горячее. Ну, я только вот достал. Чесночего, о, прямо отделяется. О. И в рот отправляется. О, о, какое. я сейчас подожду, когда чуть подстынет, чтобы уже без камеры сесть, нормально покушать. Потому уж, блин, будет штатив, все. Пока штатива нет, пока ждем спонсорских втяжлений на дальние поездки, на пожелания съемщиков. А то некоторые просят такое, что что нереально сделать, а помогать каналу не хотят. А без помощи канал как будет развиваться? Мне одному тяжело осуществить все просьбы каждого. Блин, кстати, маринад вообще очень нравится, очень вкусный. Ну, ослоняется, прям, вот, я сейчас вот ради интереса, прям, вот, чтобы показать, знаю, как там, фокусация, фокусировка, вот, прям, раз, вот, прям, все отделяется, аж, то есть, готово полностью, смотрите. блин, я скажу, ребята, я сколько, вы знаете, сколько я ел, переел дизей разных, я и щуку в фольге делал, запекал, в деревне, в костре, а давно, о, тогда еще не занимался этой дебилетной камеры, там, что-то снимать, короче, вот это, это вкусно, если бы было еще в муке, в следующий раз буду разные рецепты пробовать, сейчас так, что ждет нас еще зима, зимой будем ездить, почаще на рыбалку, сейчас сюда человек перебрался, выходные на охоту поедем, может, кого-нибудь завалим, приготовим, в воскресенье планирую со спиннингом, хочу, если поймаю щучку, если удастся, этого, хер, ой, хер, щуки, щей и щуки, короче, сделать, тоже не пробовал, но вместе, ну, вот блюдо, первый раз готовил, хотя, что тут сложного, вы скажете, ну да, но время, сейчас полчетвертого, я начал с пол первого, два, три, ну, все, пока подготовить, то есть, как бы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем приятного аппетита, блюдо того стоит, до скорых встреч, пока, друзья, пока, ребята, всех жду в гости, на дегустацию, только спешите, не надо, дебили, через неделю писать, а оставь мне, пришли мне, а ты еще не съел, я уже все съел, пока, ребят, спасибо за внимание, всем привет, Вадюх, привет, привет,